Итак, дамы и господа, здравствуйте! Рад приветствовать вас на нашем сайте tradelagopro.ru И в этом уроке мы поговорим о стратегии, довольно популярной на нашем форуме, которая называется серфинг. Стратегия довольно-таки простая, предназначена она для ловли импульсов в течение дня, прежде всего внутри дня, хотя можно торговать по этой стратегии и на 4-х часовых графиках, и даже на дневных. Но, прежде всего, она более для внутридневной торговли подходит. И, что интересно, стратегия эта может использоваться в любом торговом терминале, в том числе и на мобильных устройствах. У вас не составит труда ее применять, так как все индикаторы используются классические, стандартные. Торговая платформа, как я уже сказал, может быть любая. Валютные пары у нас тоже могут быть любые по вашему желанию. Ну, естественно, флэтовые вроде еврофунта брать не стоит. Таймфрейм по желанию, но я бы советовал сосредоточиться на таймфреймах от M15 до H1. Примерно так. И время торговли, ну, естественно, может быть круглосуточно, если вы торгуете, скажем, на H4. Если вы торгуете на 3 дня, M15 до H1, то, естественно, торгуем только лондонскую сессию и начало американской сессии, как и для любой другой внутридневной системы. Ну что ж, перейдем непосредственно к самой стратегии и начнем с установки, так как у нас здесь есть небольшой нюанс. У нас присутствует, скажу заранее, небольшой вспомогательный советник для открытия и сопровождения позиций. О нем мы поговорим ближе к концу видео. Но дело в том, что при его установке недостаточно закинуть только файлы самого эксперта в каталог данных. Часть файлов нам нужно еще скопировать непосредственно в папку установки MetaTrader 4. А именно, файлы, которые находятся в папке MetaTrader 4. Открываем ее. Здесь две библиотеки. Их обводим мышкой, нажимаем копировать и переходим в ту папку, в которую у вас установлен терминал MetaTrader 4. Эта папка находится в Program Files и называется в зависимости от вашего брокера. Ну, к примеру, например, Alpare Limit S.M.T.4. И прямо в корень этой папки мы вставляем наши файлы. Ну, у меня они уже вставлены, у вас было бы просто вставить, да, вы бы согласились. Вот они у меня уже скопированы, так как я уже провел установку. Далее возвращаемся в наш архив с системой. Здесь у нас остались папки MQL4 и Templates. Они устанавливаются в каталог данных терминала. То есть все стандартно. Ну, давайте уже их установим. Копировать. Открываем наш терминал торговый. После того, как терминал загрузился, выбираем файл, открыть каталог данных. И сюда вставляем обе эти папки. У меня уже все скопировано. После этого перезапускаем терминал. И уже можно приступать непосредственно к работе с системой. Напоминаю, что наша стратегия работает, в принципе, на любых парах, на любом таймфрейме. Но все-таки она больше для интродэй. То есть таймфреймы от M15 ниже вам лезть не советую, так как начинает она работать не очень. И примерно от M15 до H1. Вот в этом диапазоне рассматривайте торговлю. Некоторые торгуют на H4. Но в целом это все-таки больше для таймфреймов от M15 до H1. Так, ну давайте откроем. У нас фунт доллар. H1. Ну пусть так и остается. Хотя нет, давайте на M15 переключим. И правой кнопкой мыши. Шаблон. И у нас здесь есть два шаблона. Первый называется просто серфинг, а второй серфинг ренка. О модификации системы для работы с ренка-барами мы поговорим чуть позже в этом же видео. Поэтому пока давайте загрузим простой шаблон. Серфинг. И как вы видите, у нас загрузился еще и советник для пергобли. Для открытия, более быстрого открытия и сопровождения ордеров. Ну о нем мы поговорим чуть позже. Созаточимся пока на правилах системы. Давайте пока этот советник удалим, чтобы он нам не мешал, не отвлекал. Давайте рассмотрим, какие же у нас есть индикаторы в составе нашей стратегии. Первый это вот такой небольшой счетчик, который показывает сколько осталось минут, секунд до закрытия свечи. По умолчанию его не очень хорошо видно, поэтому нужно зайти в список индикаторов. Candle Countdown. И здесь поменять цвета в соответствии с вашей цветовой схемой. По умолчанию здесь видно только количество минут, а секунды не видно. Но это можете настроить, если вам это нужно. В принципе, этот индикатор играет исключительно наглядную вспомогательную роль. Без него вполне можно обойтись. Далее у нас в отдельном окне есть индикатор RSI. С вот такими настройками. То есть применительно к закрытию свечей. Зеленый цвет. Уровни 45.55. Плюс добавлено скользящее среднее. Применительно к индикатору RSI. Вот она у нас такого голубенького цвета. Скользящее среднее простая. То есть SMA. Применяется к дате данного индикатора. То есть это скользящее среднее отображается именно на основе показаний индикатора RSI. А не на основе свечей. Сейчас вы поймете, зачем она нам нужна. Так, ну здесь никаких уровней дополнительных нет. Дальше у нас еще остаются 4 скользящих средних. Первая скользящая средняя. Вот такого зеленого цвета. У нее период 20. EMA. Она применительно к точкам HIGH свечей. Отображается, строится. И нам будет служить для... Как одно из условий для входа. Далее еще одна скользящая средняя. Теперь уже красного цвета. Вот это вот наша, которая отображается на графике такой же, как и зеленая. Довольно-таки жирной линией. Она у нас также экспоненциальная. Применяется к точкам LOW свечей. И будет использоваться для входов, но уже в продаже. Зеленая у нас будет применяться для входов в покупки. По правилам чуть-чуть позже. Вот период также 20. То есть у нас зеленая, кстати, средняя. Зеленая служит одним из условий для входа в покупки. А красная одним из условий для входа в продажи. И остаются у нас еще две пунктирных скользящих средних. Тоже зеленая и красная. С периодом 10. Также они применительны к точкам HIGH и точкам LOW. Также разного цвета. Но отображены пунктирные линии. И нами будут использоваться для сопровождения и выхода из позиции. Об этом опять же мы сейчас чуть позже поговорим. То есть у нас жирные скользящие средние, зеленая и красная, служат условиями для входа. А пунктирные скользящие средние, они у нас второстепенные и служат для сопровождения позиций. При торговле внутри дня, как и при работе с любой другой стратегией, мы, естественно, торгуем только лондонскую сессию и начало первых нескольких часов американской сессии. Как и с любой другой внутридневной системой, здесь действуют те же самые правила. То есть вечером и ночью в систему лезть в рынок не стоит. Цель стратегии поймать движение, поймать импульс движения достаточно рано, но в то же время с достаточной степенью уверенности, чтобы не входить раньше времени и не входить зазя, не получать лишних убытков. Это важно, поэтому все правила, которые у нас будут договорены, я вам советую соблюдать. Перейдем к правилам входа. Начнем с покупок. Итак, первое, на что мы смотрим, эта свеча должна закрыться выше зеленой скользящей средней, вот этой нашей жирной скользящей средней, которая у нас служит условием для входа. Ну, вот как в данном случае вот эта вот свеча. Закрылась выше скользящей средней. Замечательно. Причем, если она закрылась на уровне скользящей средней, а хвостик пусть даже и пробил скользящую среднюю, это означает, что мы все еще не входим. Мы ждем, когда именно точка Close будет выше зеленой скользящей средней. После того, как мы получили закрытие свечей выше нашей жирной зеленой скользящей средней, мы смотрим на RSI. RSI у нас должен пересечь уровень 55. То есть у нас здесь есть две пунктирных линии оранжевых. Одна это уровень 45, нижняя, верхняя уровень 55. Мы ждем пересечения именно для покупок верхней, не нижней. Для более уверенного входа, чтобы не входить зазря и раньше времени. Ну вот после закрытия этой свечи, которая у нас закрылась выше зеленой скользящей, как раз мы можем с уверенностью сказать, что тут уже все точно пересеклось. А именно зеленая линия RSI пересекла уровень 55. Также при этом скользящая средняя голубая, скользящая средняя на RSI, должна быть ниже зеленой линии, главной линии RSI. То есть это дает нам уверенность в том, что сейчас действительно тренд вверх. По крайней мере краткосрочный. Здесь это также соблюдается. Синяя, скользящая средняя RSI, ниже главной линии RSI. А теперь обратите внимание на еще одно условие, которое мы сделаем для входа. А именно вход отложенными ордерами. То есть мы не входим по рынку, а входим именно отложенными ордерами. Это придает нам больше уверенности во входах, больше свободы, больше гибкости в работе с позициями. И в целом повышает количество прибыльных сделок. Потому что бывает, что после сигнальной свечи рынок разворачивается. Если бы мы вошли по рынку, то мы бы, соответственно, потеряли энное количество пунктов. А в случае с отложками мы бы просто не вошли в сделку, остались бы в стороне. Отложенный ордер, в данном случае buy-stop, мы ставим немного выше точки high сигнальной свечи. Буквально на несколько пунктов. И обратите внимание, в данном случае, если бы был разворот, и цена пошла бы вниз, то мы бы просто не вошли в рынок, тем самым себя уберегли бы от убыточной сделки. Вот примерно на вот этом уровне, где стоит ценовая метка, мы бы поставили отложенный ордер buy-stop. Если вы не знаете, что такое отложенные ордера, у нас на сайте есть отдельный урок. И в поиске на сайте отложенные ордера, на сайте trade.pro.ru, вы найдете урок по использованию отложенных приказов. То есть, входить мы будем всегда отложенными ордерами. Далее, переходим к установке стоп-лосса. Его мы будем ставить чуть ниже красной линии, в данном случае, в случае с покупками. Красный, скользящий средний, вот этой нашей жирной с периодом 20. Мы чуть ниже нее ставим стоп-лосс. Ну, давайте я поставлю значок крестика, там где у нас должен быть стоп-лосс. То есть, примерно, в данном случае, вот здесь. Чуть ниже, на несколько пунктов, красный, скользящий средний. Что касается выхода из позиции, то есть, взятия непосредственно прибыли. Ну, либо же, выхода с каким-то убытком. То есть, когда мы будем выходить из позиции. Ну, в случае со стоп-лоссом все понятно. В остальных же случаях возможен выход, во-первых, при пересечении RSI скользящий средний. То есть, когда RSI возвращается ниже скользящий средний, в случае с покупками. То есть, мы бы вышли вот тут вот. Вышли бы с небольшим убытком. Но, в целом, это такой очень ранний, очень осторожный выход. И, в целом, я бы его использовать не советовал. Также есть возможность агрессивного выхода, когда мы ждем обратного сигнала. То есть, когда мы ждем обратного сигнала, то есть, сигнала для входа в продажи. Сейчас мы об этом поговорим. Ну, в данном случае, это было бы у нас примерно вот здесь. Да, вот здесь у нас был бы выход. Ну, это довольно-таки агрессивный вариант. Он, опять же, подойдет не всем. Вариант, который я рекомендую использовать, это выход по трейлинг-стопу, который мы будем перемещать вручную. Выставляю его каждый раз чуть ниже нашей зеленой пунктирной скользящей средней. То есть, вот этой второстепенной скользящей средней с периодом 10. Мы выставляем стоп-лосс чуть ниже нее на несколько пунктов, чтобы вот такие вот хвостики цены его не выбили. Ну, давайте я покажу это чуть на практике, где бы мы ставили. Потому что почему-то у многих проблемы с этим. Ну, вот у нас был изначальный стоп-лосс. Мы его не двигаем. Когда цена чуть-чуть пошла выше, мы ставим стоп-лосс вот так. Чуть-чуть передвигаем. Вот так, вот так, вот так. И вот примерно на таком расстоянии, где-то в сантиметр от нашей пунктирной линии второстепенной скользящей средней, мы его передвигаем. Таким образом, пока он не сработает. Но это бы произошло примерно вот здесь. Где-то здесь. При этом, при этом, обязательно обращайте внимание на дивергенции RSI. Ну, в данном случае у нас была дивергенция явная. Смотрите, цена у нас нарисовала новую вершину, а RSI нарисовала у нас вершину ниже предыдущей. То есть дивергенция образовалась. И, соответственно, вот здесь примерно мы могли выйти, если бы это заметили. Так, ну давайте я вам как-то это более наглядно покажу. Примерно вот так. Видите, у нас не было новой вершины на RSI. А на цене у нас новая вершина была. Вот здесь. И, соответственно, нам был дан знак выйти. Ну, если бы вы не заметили это, вы бы вышли по трейлинг-стопу при пересечении зеленой функциональной линии. Теперь давайте рассмотрим вход в продажи. Ну, вот мы его как раз нашли. Следующий вход в продажи. Ну, хотя тут была уже ночь, глубокая ночь, и входить в продажи не следовало бы. Напоминаю, мы входим только в лондонскую и американскую сессии. Начало американской сессии несколько часов. Так, давайте найдем пример с продажами. Так, здесь у нас еще была ночь, ночь, ночь. Здесь уже конец американской сессии. Да, вот неплохой пример. Как раз начало лондонской сессии. И свеча у нас идет вниз и закрывается на уровне нашей красной скользящей средней с периодом 20. Но закрывается она чуть-чуть выше скользящей средней, либо на уровне, это не суть важно, но не ниже. У нас хвостик этой свечи ниже скользящей средней, но мы ждем именно, чтобы было закрытие. Значит, эту свечу мы игнорируем, ждем следующей. Следующая у нас закрылась вверх, а вот следующая свечка закрылась ниже скользящей средней с периодом 20 красной. И к тому же после ее закрытия мы видим, что RSI пересек линию 45. При этом скользящая средняя, применимая к RSI, находится выше главной линии RSI. Входим мы, напоминаем, отложками, то есть примерно вот здесь мы бы поставили наш sell stop приказ, а stop loss бы у нас был чуть выше зеленый, скользящей средней с периодом 20, то есть примерно вот здесь. И далее мы сопровождаем позицию, передвигая stop loss чуть выше, в этот раз уже красной пунктирной линии. То есть stop loss мы бы передвигали следующим образом. Поставили бы его при продвижении цены чуть выше и двигали бы, двигали, 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 вот примерно таким образом. Чуть выше пунктирной скользящей средней красного цвета. Из возможных дополнений к системе, дополнений к работе с позициями, стоит отметить возможность перевода в безубыток позиции, когда она достигает прибыли примерно в 2 третьих stop loss. То есть в данном случае у нас с продажей был бы stop loss примерно в 17 пунктов, и когда цена достигла прибыли примерно в 2 третьих от 17 пунктов, то есть примерно 12 пунктов, то есть вот здесь мы бы перевели позицию в безубыток, то есть перенести бы stop loss на цену входа. Примерно вот здесь. Также, также, возможно, доливка, то есть открытие дополнительных позиций, а после того, как был откат к пунктирной линии, к одной из пунктирных линий, и свеча закрылась, то есть мы видим, что не пошла против нас цена. Ну, допустим, как здесь, был откат к пунктирной линии к зеленой, а затем был разворот, свеча закрылась ниже пунктирной линии, мы бы могли открыть дополнительную позицию, снова войти в рынок. Но это, опять же, уже элементы агрессивной торговли, и применять их стоит только, если у вас есть определенный опыт торговли по этой стратегии. Так, ну что ж, думаю, правила в целом понятны, давайте рассмотрим еще пару примеров. Итак, начало лондонской сессии, свеча закрывается выше нашей зеленой, сказочной средней, с периодом 20, с жирненькой, и в это же время у нас есть подтвержденный переход РСАИ выше уровня 55, и при этом сказочная средняя РСАИ находится ниже главной линии РСАИ. То есть мы можем войти в позицию. Так, выставляем отложенный ордер, чуть выше нашей сигнальной свечи, то есть примерно вот здесь. И он на следующей свече активируется. Стоп-лосс у нас будет чуть ниже красной линии, красный скользящий средний. Давайте поставим крестик примерно вот здесь. Итак, наш приказ активировался, стоп-лосс у нас примерно 13 пунктов, и с увеличением прибыли мы будем передвигать наш стоп-лосс чуть ниже зеленой плантырной линии. Итак, у нас цена пошла чуть против нас, но стоп-лосс не задела, и затем пошла вверх. Ну, после вот этой большой свечи вполне можно, логично было бы передвинуть стоп-лосс чуть-чуть выше, то есть под зеленую пунктирную линию, где-то вот так вот. И у нас стоп-лосс был 13 пунктов, сейчас уже от точки входа всего-навсего 6-7. Цена идет еще выше. После нового хая мы можем еще передвинуть стоп-лосс. Примерно вот сюда, чуть ниже нашей пунктирной линии. И стоп-лосс у нас уже примерно, даже чуть выше нашего уровня входа. Уже, если цена пойдет против нас, у нас будет плюс 2 пункта прибыли, даже если нас выбьет, так сказать. И дальше мы таким же образом переносим наш стоп-лосс, и примерно вот на этой свече он, оказывается, у нас выбит. И в этой сделке мы бы примерно заработали 25 пунктов. Это у нас М15. Напоминаю, для М15 это вполне себе хороший, интересный результат. Здесь, кстати, можно было бы выйти по дивергенции. Можно было бы выйти раньше, так как была дивергенция RSI. Опять же, на это следует обращать внимание. Можно было взять прибыль несколько большего размера. Дальше у нас намечается вход на продажу, но здесь уже идет начало американской сессии. Я бы лично не вошел, но если бы мы вошли, а здесь что бы у нас было? Так. Мы бы дождались вот этой свечи. Здесь было бы у нас пересечение ниже минус 45. Вошли бы отложенным ордером. Примерно вот здесь. И у нас был бы стоп-лосс выше зеленой линии. То есть примерно вот здесь. Ну, здесь понятно, что стоп-лосс был бы выбит. Примерно 17 пунктов мы бы потеряли. Это нормально. У каждой системы есть свои минусы. Ну, здесь у нас было начало американской сессии. Я бы не стал войти. Входить, к примеру. Так. Дальше. Вернемся еще на один день. Вообще, самые-самые интересные входы на лондонской сессии и с выходом на американской сессии. То есть мы берем сделку на лондонской сессии и держимся за нее до последнего. Ее тралим. Передвигаем наш стоп-лосс. Непосредственно все ближе и ближе к текущей цене. И как только вышли из сделки, собрали максимум пунктов за этот день, уже больше не заходим. Это наиболее будет прибыльный вариант работы с этой стратегией. На американской сессии уже, конечно же, отрабатывают сигналы, но не так хорошо, как на лондонской. Те, которые начинались именно на лондонской сессии. Итак, дальше смотрим. Опять начало лондонской сессии у нас. И вот после этой свечи мы могли входить. Мы бы поставили у нас отложенный воротер сюда и потом передвигали бы его вслед за пунктирной красной линией. Ну, примерно здесь он был бы выбит и примерно мы бы здесь заработали пункта 4. Ну, как бы прибыль копеечная, но зато не убыток. Дальше. На середине сессии был еще один вход. Теперь уже в покупке. Здесь, примерно вот здесь мы бы вошли и стоп-лосс был бы выбит. Потеряли бы примерно 15 где-то пунктов. И был бы новый вход на продажи. Здесь вошли бы чуть ниже с помощью отложенного ордера и передвигали бы стоп-лосс примерно вот здесь он был бы выбит и заработали бы пунктов 15. Ну, то есть этот день в целом был бы закрыт с прибылью пункта 4.5. То есть у нас был убыток, затем его комментировала прибыль и в начале дня еще была небольшая прибыль. В целом, такой нейтральный день был бы. Ну что ж, думаю, вам понятно, как выходить по этой системе, как выходить из-за нее. Самое главное, на что стоит обращать внимание при работе именно уже с текущими позициями, это передвижение стоп-лосса все ближе и ближе к цене вслед за пунктирной линией. Для продаж за красной пунктирной линией, для покупок чуть ниже зеленой пунктирной линии. Мы передвигаем наш стоп-лосс в то время, как цена движется в нашу сторону. Давайте перейдем к модификации системы для работы с графиками Ренко. Для этого откроем график. Давайте пусть тот же фунт-доллар переключаемся на М1. Для начала нам нужно построить сами Ренко графики. Вставляем на этот график индикатор под названием Ренко Барчар. Мы уже рассматривали его ранее. Размер кирпичиков Ренко оставляем 10. Нажимаем ОК. И теперь нам нужно открыть автономно. Файл открыть автономно. График фунт-доллар М3. И вот у нас начали формироваться графики Ренко. Свечи Ренко. Что такое графики Ренко и в чем их преимущества и недостатки мы в этом видео обсуждать не будем. У нас на сайте есть отдельный урок по графикам Ренко. Кому интересно, если вам это интересна тема, можете ознакомиться. Итак, после того, как мы построили графики Ренко правой кнопкой мыши на графике и выбираем шаблон серфинг Ренко и загружается вот такая вот картина. Опять же с вспомогательным советником те же самые наши индикаторы но без дополнительных скользящих средних. То есть в данном случае мы входим только по RSI и сопровождаем сделку просто передвигая стоп-лосс вслед за каждой новой нарисовавшейся свечой. Такой подход более сложный не для новичков и я вам его бы советовал только если у вас есть богатый опыт торговли на Ренко. Но тем не менее такая модификация существует и вы можете ее применять. Теперь давайте буквально пару слов у советники который является вспомогательным для открытия и закрытия позиций. Здесь мы видим во-первых продать по рынку sell market и купить по рынку. это есть не что иное как открытие простых рыночных цен. Если мы нажмем да то у нас вот произошла покупка нашей валютной пары на которой установлен советник. Появляется кнопка для закрытия этого ордера. можно его сразу развернуть. Давайте. Но нам больше интересна возможность выставлять с помощью этого советника вот такие вот комбинации отложенных ордеров сразу с цейк профитом стоп лоссом и переводом в безубыток. Давайте нажмем отложенный ордер на продажу. После нажатия стрелочки минус у нас появляются вот такие вот линии. Одна из них обозначает селл стоп где у нас будет установлен. Другая обозначает стоп лосс цейк профит и уровень перевода в безубыток. Это все настраивается в настройках советника. У вас будет описание настройок советника. Просто попробуйте его на демо, понажимайте на кнопки и вам станет все надеюсь понятно. Если вы хотите отменить эти линии, то достаточно нажать на cancel lines. Либо же activate lines. Для того, чтобы их активировать, то есть они действительно стоят как надо, вы решили, и когда цена дойдет до этого уровня, откроется отложенный ордер. Их можно прямо перетаскивать мышкой. Собственно все довольно таки удобно. Ну опять же попробуйте на демо и вам все станет понятно. В этом же видео мы все таки разбираем систему, а не вспомогательные советы. Ну и конечно же напоследок стоит отметить, что стоит не забывать о существовании ветки на форуме, откуда эта и в которой вы найдете большое количество примеров сделок, вариаций системы, идей, замечаний и полезных фишек для непосредственно торговли по ней. Потому что я вам могу дать видео только основу, только базис, а уже для самостоятельной работы советую вам ознакомиться с веткой на форуме. Она не очень большая, 30-е страницы на данный момент, вполне себе реально за пару дней изучить. Ну что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Видео записано специально для сайта tradelikepro.ru Не забудьте подписаться на наш YouTube канал, чтобы быть в курсе новых видеороликов, первыми узнать о них. И спасибо за внимание. До свидания. С вами был Павел.